всем привет с вами ваш переводчик а слухам и сегодня у нас актер режиссер и просто очень хороший человек лукас хасл всем приятного просмотра всем привет на связи лукас хасл с очередной видео реакции я возвращаюсь димашу в одной из моих реакции на песню кайран елем я как-то говорил что было бы классно если бы он спел один в белой комнате и мне сразу написали что у него есть такое выступление выступление с фестиваля токио джаз где он спел песню сама то извините за произношение если я сказал неправильно мне очень интересно посмотреть на димаша без роскоши концертных залов и феерических декораций просто посмотреть на него настоящего я так звал новым перед просмотром а и призрачно завораживающее меня сразу втянула посмотрите на димаша он такой сфокусированный полагаю он в таком состоянии медитации растворяется в звуках вокруг себя полагаю это тот же инструмент который был в хайран елем возможно это казахский инструмент народный инструмент а возможно и тот же самый музыкант который сидел за пианино и играл возможно это был парень слева и и это та самая белая комната которую я так желал увидеть только звуки и только димаш никакого искусственного эхо и большой аудитории а это что-то типа мандолины он погрузился свой мир дышит так глубоко сидит на стуле скрестив ноги это сильно он пробудился какое прекрасное начало и это что-то очень личное для него эти народные звуки я не не знаю что это за инструмент может кто-нибудь подскажет мне в комментариях я остановил прямо на таком моменте где два кадра в одном его глаза открыты и он так смотрит как будто бы он переместился совсем в другое место он своем мире наверное где-то в бескрайних степях казахстана или в каком-нибудь другом месте куда его унесло состояние медитации давайте уже послушаем его голос в этой песне а 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 и а а а а а а а Извините за эту паузу. В отличие от его прошлых песен, которые я смотрел, где он обычно начинает мягким голосом, где его голос усиливается постепенно, а тут он сразу берет мощную ноту и потом играет с голосом. И это так красиво. То, как ему мастерски удается переходить от этого сильного. Вроде бы это называется грудной голос. Как вы знаете, я непрофессионально владею терминологией, но чувствую, что это мощный грудной голос, переходящий в это пение, и потом он смягчается. Я полагаю, что эта песня на русском. Я использую видео с его канала, и тут, к сожалению, нет субтитров. Извините, народ, как же я хотел бы понимать то, о чем он поет. Но это никак не принижает то, что мы видим сейчас, потому что это настолько чисто. Я вообще никогда не слышал его голос таким чистым. Наверное, потому что его ничего не отвлекает, и он максимально сфокусирован. Я хочу вернуться немного назад и послушать это вновь. Субтитры создавал DimaTorzok Наверное, сложно петь в такой позе и сохранять такую поддержку голоса. Субтитры создавал DimaTorzok И так, это не какая-то попсовая песня с веселеньким припевчиком. Это что-то совсем другое. Это не показушная песня. И, вероятно, она не будет в списке топовых чартов, потому что в ней нет этих популярных элементов. Но она прекрасна. Она прекрасна по-своему. Она самобытна для него. Мне кажется, мне кажется, что когда он поет песню именно на своем языке, то чувствуется очень глубокая связь, нежели в других песнях. Он тут реально в своем мире, в своей стихии. То, о чем он поет, реально что-то значит для него. Я с нетерпением жду перевода песни в комментариях. Перевода этих слов, если вы знаете, о чем песня. У него такой талант. У Димаша. Он не устает впечатлять меня. Я всегда поражен им. У него такой кристально чистый голос. И он вытворяет с ним такие вещи. Просто одно удовольствие. Субтитры создавал DimaTorzok А вот и мурашки подъехали. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Вот что хочу сказать. перед тем, как он спел этот чудесный отрывок. Можно сказать, что он сверхчувствителен к обоим музыкантам позади него. Это то, чего я не замечал ранее, так как на больших аренах он в основном использует наушник, чтобы держать ритм. Здесь даже из-за того, что это такой нежный, мягкий отрывок, он четко знает, что делают музыканты вокруг него. Он подстраивает тембр своего голоса, чтобы соответствовать им, чтобы не пересилить их, пока он не дождался вот этого момента, где он показал могущество своего голоса, и потом вот эта его способность звучать оперным голосом. Он поднимается вверх, но при этом плетет эти маленькие кружева и возвращается назад. Вот этим мягчайшим регистром. Это так виртуозно. Мы опять в этом моменте. Субтитры создавал DimaTorzok У него эта штука со звуком дождя. Наверное, так и называется. Как же это было прекрасно. Спасибо за рекомендацию. Я честно не знал, что есть такое видео, когда говорил, что хочу, чтобы он выступил в белой комнате. Знаю, люди не поверят в это. Это невероятное совпадение. И везение, что я посмотрел это видео, где он поет в белой комнате с двумя музыкантами, с настоящими, подлинными, старинными инструментами. И, конечно, Димаш, который настолько шедеврально дозирует свой голос, чтобы соответствовать тону к тому, к чему он стремился, когда он сидел в медитации перед самым началом. И также видеть, как он проявляет уважение к музыкантам вокруг себя. Ведь это не только он и его голос. Хотя в большинстве времени так и было. Но тут у нас реальный треугольник музыкального вдохновения. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на Лукаса. Подписываемся на наш Телеграм. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok